В сезон гриппа и ОРВИ самым актуальным вопросом остается, как не заболеть. Одним из эффективных продуктов, который повышает иммунитет, а также помогает бороться с простудными заболеваниями, считается мед. Правда, к выбору этого продукта нужно подходить очень внимательно. В эти дни в МТВ-центре проходит выставка продажа мед и конфитюр. Далее в эфире полезная информация. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Более 40 сортов меда из Башкирии, Алтая, Краснодарского края. Настоящее медовое богатство. Обилие сортов, где каждый может попробовать любой из них на вкус. Медочки у нас сортовые, неразнотравные. Наша гордость – это дикий башкирский мед. Глубоко в башкирских лесах, из дупла дерева, бортники, специально обученные люди добывают бортнический мед. Замечательный мед. Он никогда не кристаллизуется. Он всегда находится в жидком состоянии. Имеет прекрасный вкус, горьковатый оттенок. Очень вкусный, полезный мед. Ещё его называют королевским, бортническим медом. Многие ценители меда, зная о его полезных свойствах, приезжают специально, чтобы приобрести именно дикий мед. Мед – это здоровье. И мне нравится мед. А остановился почему? Потому что для дочери хотела купить мед. Ей, потому что сладкая противокамбина, а мед она ест, у нее энергии, ничего нет у нее от нее. Ещё один редкий сорт меда, который в нашем городе больше нигде не продаётся. Мед бархата амурского. Собирают его на Алтае. Он имеет отличные свойства, ароматный и приятный на вкус. Часто его применяют для лечения туберкулеза. Наиболее ярко выраженными бактерицидными свойствами обладает донниковый мед. Благодаря высоким питательным и лечебным качествам пользуется большой популярностью. Считается эталонным медом. Он рекомендуется при заболеваниях органов дыхания, простудных заболеваниях, головной боли, бессоннице. Здесь есть и такие сорта, которые рекомендуют беременным и маленьким детям. Потому что я люблю сладкое. Мед дома есть и кушаем всё время. Вот, а тут рассказали про мед, что есть даже белый антиаллергенный мед. Поскольку я в положении, не все продукты можно кушать, заинтересовала продукция. Мед понравился, попробовали, продегустировали. Очень мягкий, нежный. Думаю, что потом можно даже и кормящей маме. Вот для меня это очень актуально. На сладкой ярмарке, кроме самого меда, можно приобрести и многие другие продукты пчеловодства. Прополис, пиргу, пыльцу, маточное молочко и пчелиный воск. И другие полезные для здоровья товары и продукты. Кроме этого, организаторы выставки привезли в Чубоксары очень вкусный и полезный конфитюр. Сладкий конфитюр готовится без добавления сахара, на фруктозе. В качестве загустителя используется натуральный яблочный пектин. Поэтому он подходит даже диабетикам. Кроме того, конфитюр просто поднимает настроение в холодные дни. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.